Большой блок оперативного совещания был посвящен работе управляющих компаний и организациям, которые снабжают городской округ водой и теплом. По словам Алексея Демина, директора Раменского водоканала, праздничные дни прошли спокойно, без аварийных ситуаций. Как всегда, в понедельник возникшие заявки локальные в течение дня мы в стране. А также основное, что продолжаем готовиться к зимнему периоду. Может быть, особо хотел бы отметить, что мы установили уже в этом году две станции обезжелезные, это деревни Левина и Рыбалово. Вот, то есть такой позитивный момент в это сложное время. Пусть, может быть, это поселения небольшие, но там все равно люди, в общем-то, и это позитивное. С докладом по линии социальной защиты выступила Елена Костина, начальник управления. По ее словам, есть новости для лиц 65+, и для граждан, которые имеют хронические заболевания. В сегодняшний день разблокировалась социальная карта, и граждане могут возглавить бесплатную прорезку в социальной карте. Но, конечно, мы всех просим рамо беречься и поменьше, конечно, выходить и не выходить, и все максимальные средства индивидуальной защиты. По словам Елены Костиной, меры социальной поддержки все также назначаются. Есть и новые выплаты для одинокопроживающих граждан. Возраст 65 плюс, старше 65 лет, с мая месяца мы назначаем выплату ежемесячного выплату, выплату от 2 тысячи рублей. Эта выплата также назначает автоматическую резину. К нам обращаться не надо, только в том случае, если по каким-то причинам гражданин не находится у нас в нашей базе. Для этого необходимо нам позвонить или написать реализационную почту, для того, чтобы мы эти вопросы решили в индивидуальном порядке. Мы делаем запросы в МПЦ для того, чтобы уточнить именно факт одновременного проживания. То есть это выплаты тысячи рублей, только граждан, которые заинтересованы. Свою работу постепенно начинают и спортивные объекты, пока они открываются для спортсменов сборных команд. Приезжала на прошлой неделе проверка с области, все посмотрели, проверили, все у нас соответствует стандарту, то есть работаем. На этой неделе, с сегодняшнего дня у нас открывается футбольный клуб «Сатурн», где будут, сейчас уже начнут проходить тренировочный процесс наша футбольная команда. И потихонечку, по стандарту, подготавливаем наши спортивные школы. Так, в принципе, все в рабочем порядке. Виктор Неволин, глава Раменского городского округа, подчеркнул, вся работа ресурсоснабжающими организациями по округу должна выстраиваться в соответствии с графиком, а корректировки должны вноситься с учетом обращений, которые поступают от жителей. Завтра все вопросы, которые будут возникать, мы обсудим и решения их найдем. Все, что будет завтра, это связано с тем, что мы обязаны и должны вместе с вами находить решения и помочь друг другу, мы вам, для того, чтобы качественные ответы и внимательные отношения к заявкам, которые поступают с территорией, от жителей, были рассмотрены и никак не задвинуты в какой-то дальний ящик, для того, чтобы и нам создать проблемы, да и вам. Сергей Григорьев, Елена Цыганова, Антон Карташев для программы «Городские вести». Продолжение следует...